Итак, что же это за зверь такой Python или Python? С одной стороны, Python это интерпретатор, то есть специальная программа, которая интерпретирует или выполняет по шагам другие программы. Скачать этот интерпретатор вы можете на сайте python.org. С другой стороны, Python, будучи языком программирования, определяет набор правил, согласно которым составляются программы. И также определяет набор правил, согласно которым эти программы исполняются на компьютере. Таким образом, программы, которые и вы в том числе будете писать на этом курсе, представляют из себя последовательность команд для компьютера, которые написаны согласно правилам языка, языка Python. Более-менее все программы выглядят следующим образом. Программа читает некие пользовательские данные, чтение может происходить с клавиатуры, с файлов на компьютер или откуда-то данные могут браться из интернета. Дальше программа как-то манипулируется этими данными, обрабатывает их, вычисляет какие-то значения. И в конце программа выводит результат пользователю. Результат может выводиться на экран, может выводиться опять же в файл или посылаться куда-нибудь, к примеру, по сети. Таким образом, в тех задачах, которые будут вам предложены и где надо будет написать программу, вам надо будет написать программу, которая будет читать данные с клавиатуры и выводить результат на экран. Будет также несколько задач, где надо будет читать данные из файла и выводить результаты тоже в файл и дальше загружать этот файл на сайт. Но все-таки в большинстве задач надо будет вам загрузить на сайт именно исходный текст программы, сам текст на языке Python. Дальше этот текст, исходный текст программы вашей будет запущен у нас на компьютере, на нашем сервере и проверен на наборе тестов. Набор тестов этот вам будет неизвестен. И программа будет засчитываться как правильно, если на всех тестах будет получен правильный результат. То есть на всех возможных входных данных будут получены правильные выходные данные, правильный результат. Но все это будет чуть дальше. Давайте для начала поймем, где в принципе писать программу. И тут у вас есть множество вариантов. В принципе, поскольку текст программы это в первую очередь именно текст, то писать программу можно вообще говоря в любом текстовом редакторе, например в блокноте. Или в любом другом редакторе, который вам больше нравится. Но гораздо приятнее писать программу там, в такой среде, где у вас будет подсветка синтаксиса, то есть выделение ключевых каких-то конструкций языка. Если в этой среде можно выполнять программу сразу же и видеть результат ее работы. Приятно также, если можно выполнять эту программу по шагам, то есть в интерактивном режиме сразу видеть, как каждая команда какой результат выдает. В принципе, есть среды, которые позволяют все это делать. Одна из таких сред — это PyCharm, разработанная компанией JetBrains, которую вы можете в принципе скачать на сайте jetbrains.com и установить к себе на компьютер.